Хочу коснуться очень такой принципиальной темы, касается нас все времена, но в частности касается нас, когда есть войны. И я начну с очень старой борьбы, то, что мы читали в предыдущей недельной главе, то, что Яков боролся с англами-хранителями Сава. Есть нашим мудрецом такое высказание по этому поводу, что пыль, так скажем, я век ишему, я век, это, у меня есть несколько значений, век, это, правильно, переплетались, стало вместе, в первенастом смысле, начать борьбу, и я век, это слово авак, это пыль, авак. Говорит Медра, что пыль от их противостояния поднималась до небес. И говорят наши мудрецы более поздние, что смысл очень простой. Это была борьба за основу веры. Это не просто пыль материальная поднимался, пыль и прах поднимался до небес, а там их борьба, она поднималась до небес. До небес или таки всякого, не помню. Может быть, я не помню точно, может быть. И тут, конечно, надо хорошо понимать, что это то же самое, то есть, эта борьба, она продолжалась, продолжается. Но есть у нее, так сказать, следующая остановка, следующая фаза, точнее говоря, остановка, направо, продолжение. Это война нашего народа с греками. То есть даже не нашего народа, а лучшего представителя, имеется в виду Маковея. Маковея. Надо бы хорошо понимать, что греки, они не стремились уничтожить наш народ. Они просто хотели, чтобы мы стали греками, потому что ничего. Ну, не было аманы, не было нацисты. То есть война была за еврейское «я» нашего народа. То есть это мы народ Всевышнего или мы не народ Всевышнего. Мы говорим в Аренисе замечательные слова, что Всевышний, он мстил за нашу месть, ввел нашу борьбу и так далее. Когда слышал одного учителя, человек очень известный сегодня, Юда Амит, глава Ишевики от Малахи, вопрос очень принципиальный. Это была война наша или война Всевышнего? Это была война Всевышнего. Чтобы нас не взорвали от торы. Что же называется нашей войной? Потому что для нас, точнее, не для нас, дай Бог, чтобы были на этом уровне. У Маковея война за Всевышнего, это была их собственная борьба. Они настолько прилепились к замыслу, к воле Всевышнего, что не было различия. То есть по большому счету, видишь, хорошо понимать, это была борьба духовная. На последней неделе я видел очень интересные материалы. Это печатается, распространяется, еще это ран. Есть такой ежедневный листик. Глава Равинского суда Эйда Харенис Ромой Штернбург. То, что говорит каждую неделю. И раньше, когда он нездоров, тоже печатали. И он там касается о том, что такое будет война Гога и Смагога с нашим народом. Говоря о том, что сейчас события в последнее время это связывают с войной Гога и Смагога, и Смагога с нашим народом, это Эйда Харенис Ромой Штернбург был не первый, по-моему. Первый, по-моему, заговорил глава еще о цифрах, после того, как они пережили Симхатура под ракетными обстрелами, но не прерываясь празднованием Симхатура в Ишиве. Он в конце выступил, уже когда вышли звезды, когда кончилась Симхатура, и сказал, может быть, это уже начало войны Гога и Смагога. Может быть, он больше не претендовал. То же самое он говорил о Мойши Штернбург. В таком участности коснулся одного бедра, о котором говорится о войне Гога и Смагога. И там сказано вообще такая портительная вещь. Гога утверждал, что в предыдущем поколении они были глупцы, они воевали с народом Израиля, когда Всевышний их хранил, понятно, что не проигрывали. Понятно. А мы будем умнее. Мы будем воевать напрямую со Всевышнего. А Мойши Штернбург спрашивает вопрос. Нет больше глупости, чем это? Как будет воевать со Всевышнего? Как? Ну, я вам скажу такую вещь. Эта глупость имеет свои источники. Уже приводит речь, что поколение Волонской башни пыталось это сделать. Говорится, что Титус, Тит по-русски, он пытался со Всевышним воевать. И надо вещь хорошо понимать. Это не было просто глупостью. Они считали, что в Севышнем сам Крым по себе невозможно воевать. Невозможно быть с бесконечными, всесильными и так далее. Но в этом мире Всевышний раскрывается, в ограниченном мире, в этом ограниченном мире можно с ним воевать. Как воевать? Об этом пишет, что мой штангбух «Оторвать на воде грая леа торы». То есть это истинная борьба против Всевышнего. Оторвать на воде грая леа торы. Обратите внимание, что у нас есть такая браха, называется она «Бркат Аменин». Буквально «Благоставление преступников, вероступников, не благоставление, а благоставление об их уничтожении». Не то, что их благословляют. Миницы попросту говорят «Мирных проклятий». И там говорится такая фраза «Колы вехам мэра ю веду», то есть все свои ненавистники сгинут. И раньше в нескольких местах, что ненавистники, народы Израиля, это «Ненавистники Всевышнего». Я бы думал про себя не раз в последнее время, сколько, не знаю, довольно давно уже, что, наверное, наши враги окружающих народов, они в числе, тоже «Ненавистники Всевышнего» так воюют с нами. Но мне это не до конца еще верно. Так это действительно, это браха не на тех, кто с нами воюет, а на тех силах зла, которые пытаются нас оторвать от того. однако, те, кто называются, те, кто пытаются оторвать от того, они являются ненавистниками Всевышнего и они с ним воюют. Потому что Всевышний в этом месте скрывается через народ Израиля, преданные израиля, преданные торы. И через евреев, которые не понимают, что мы делаем в разных странах. Ни в коем случае. Так, в этом отношении эта война начинается с Гогой и с Магогой. Это была уже война греков нашим народом. И тут я хочу добавить, ну, скажем так, я видел в одной книге эта вещь очень принципиальная, по-моему, это писал Мальбим, но я не могу поклясться. Есть такая тема, почему сегодня Римское царство и его наследники народа Европы не отечествляют Содомом. Убираю, что практически все народы Европы они нет, они происхождения не от дома, не от Савы. кроме кроме того, что там вкрапилось в Италии, потому что потомки сам основали Рим. Почему не называется «Все связано с Эдомом»? Я видел, по-моему, это увидел недавно в очень важной книге, что Эдом он принес в Европу новую религию, которая противостояла иудаизму. Вы знаете, что я имею в виду? Они были носителем этой религии, потому что он приводил уже, что Сав был перевоплощением основателя христианства, то это очень понятно, почему это называется «Эдом». Именно «Эдом». Это «Эдом». И конечно, вижмешка вдуматься в эти вещи, это все противостояние веры народа Израиля. Их веры это предложение борьбы Ангела и Савва с Яковом. Когда пыл поднимался до престола славы, как вы говорите. Правильно, правильно говорите. И тут есть некоторые дополнения к чему сказать. Мы говорим, здесь очень важный гимн, который мы читаем, поем, как кто может, после зажигания свечей. помните, внимательно его изучали. Мы когда-то напечатали в Балтийсхаке очень подробные хорошие комментарии на него. попросите, роддом он может найти распечатать несколько экземпляров. Хорошо это сделать, может сделать рассылку заново. Это очень интересно. Там упоминаются все издания народа Израиля, все наши войны от выхода из Египта, Павелон, Пурим, Ханухарное чудо. кончается это моление, просьба спасти нас от этого дома. Секундочку есть Сидур под рукой? Я просто еще соню не взял. Спасибо. Мы говорим хасов здоровья код шеху. Обнажи мощь своей святости. Бекарев кец Иешуа и приблизь конец своего избавления. Некомник маз дама вадыха мума реша отомсти за кровь своих рабов от преступного народа. Это ввиду свой дом. Смысл этого вместе это возмездие. Мы дали целый урок в этом когда-то. помните, что в вопросе мести это месть, в котором скрывается единство всемышнего единства власти. Нет конца дням плохим. Дальше соба просьб дыхе адмон, буквально отбрось адмон красного, имеется Исаф, пацэль цельмон, а кем на нори вывешла, мы хочем бося, чтобы он сгинул. Я объясню смысл всего. Мы вспоминаем все чудеса Всевышний нам сделал от выхода из Египта, кончая Ханукой, когда мы вспоминаем чудеса, то мы и полимся о спасении дальнейшем. Это самое простое понимание, то, что приводится в Говоре о порядке молитвы, что сразу когда говорят берката гаула пели шмана исры, начинается молитва. То есть молитва сразу же после благословления нас на избавление. Я объясню, как я это понимаю, в двух словах общее правило. Есть порядок благодарности Всевышнему за то, что нам сделал. Благодарность пробуждает те высшие силы, которые были причиной всех чудес, а после этого молимся чтобы дальше были чудеса. И дальше. Однако здесь есть еще одна глубокая вещь. Наши мудрецы говорят, что царство и дома включают в себя все предыдущие. Все предыдущие. И Грецию, и Персию, и Гвелон, все вместе. это духовное противостояние Греции, народу Израиля, оно включено и в царство и дома. У него и собственно, так сказать, первоисточник, деяние отцов это знак для их сыновей. Его ангел уже воевал с Яковом за основу веры тогда. продолжается и сейчас. По большому счету, эта война продолжалась примерно 1500 лет, даже больше. Это были все попытки европейских народов насильно обратить евреев в христианство. Это была война мечом, кострами и это была страшная война. Это была страшная война. Просто напомним себе историю графа Гера Ботоцкого. Это было, по-моему, в Литве кандиджеская церковь. Католиков это максимально преуспели. Известно, они, мягко говоря, не протестовали против уничтожения евреев во время гастров. Ни в Польше, ни в Германии. И мы молимся, чтобы Всевышний действительно раскрыл мощь своей святости и чтобы мы действительно постигли единство Творца. Единство со Собой появилось в мире и оно является общаться тем, что будет возмездие за всю кровь пролитую нашими врагами. Я напомню, у нас есть старые счеты. Эти счеты, они прощения. Мы не можем из-за этого им простить. Знаете, почему? Им же мы такие плохие, мы не можем прощать. Это счеты всевышнего. То, что выделывают нашим инквизиция, то, что выделывали рацисты, их приспешники в катастрофе, за это нет прощения. Если есть возмездие, на возмездие придет, я вам скажу откровенно, между прочим, я бы не хотел жить на территории Германии. Не только из-за того, что я не хочу в этом скверном месте жить, но также из-за опасности скорейшего прихода возмездия всевышнего туда. Я бы там жить не хотел. И наша, то есть надо понять, где наша основная война. Наша война, она не в Газе. И не в Ливане, и в других местах наша основная война, это укрепить себя в Толе, в истинной вере, не подваться ни на какие соблазны, соблазны. Это наша истинная война, если мы в этом победим, то это причина победы на всех ландах. Всего хорошего. с истинная – ландах ландах до ландах ландах Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...